Молитвы Церкви Молитвы Церкви Молитвы Церкви Молитвы Церкви Да, искатыло еще, чтобы Ну, видите, Бог благ и милости Ну, подарили, ну Не смотришь же Ну, подарок есть подарок Это что происходит У всех как нормально У меня всегда шумит Сегодняим Молитвы Церкви Молитвы Церкви Это требовало бы справедливости, за что я страдаю, да? А я выбрал имя, почему я страдаю. Здесь уже немножко ответственность приносит в нашу жизнь. Но почему я страдаю? Интересный такой момент есть. Нет такого человека, который бы не страдал, живя на этой земле, не страдал. Просто есть правильное страдание, есть неправильное страдание. Я сейчас хочу говорить сперва о неправильном страдании, потом о правильном страдании. Потому что я должен понимать, почему я страдаю. Не за что я страдаю, потому что я понимаю, за что я страдаю. Всегда есть за что страдать. Я хочу понять, почему я страдаю и правильно ли я страдаю. Есть же правильное страдание, которое приносит славу в нашу жизнь. А есть неправильное страдание, которое унижает нас, опускает, делает нас неправильными. И как это все понять? Я попытаюсь сейчас по Слову Божьему немножко двигаться в этом направлении, чтобы у каждого из нас было понимание, если я сейчас страдаю, за что, не за что, а почему. Опять все равно мы переходим на чувство этого справедливости. Знаете, очень часто у нас где-то что-то получается, и мы так принимаем, что у нас везде должно получаться. Вот первая ошибка, что нам кажется, что везде у нас должно получаться. Но это не так. Где-то у нас хорошо получается, где-то вообще не получается. Но почему это так? Потому что Бог определил для каждого из нас определенные границы. Мы не должны переходить эти границы. Когда человек начинает страдать неправильно, когда он переходит свои границы, то есть он переходит за той линией, которую Бог определил в его жизни. У каждого из нас есть черта моральной стороны. То есть в морали у нас же тоже есть черта. Мы же не должны переходить эту черту. Когда мы переходим, начинаем страдать. В духовной жизни у нас есть черта. Мы не должны находиться на той территории, где сатана правит. Мы не имеем права, потому что как только мы перейдем туда, мы начнем страдать и потом скажем, откуда? В притчах написано, у кого в багране глаза, у кого войс тонет. Тот, который просто сидит за бутылькой водки и думает, почему я страдаю? Откуда мои страдания? И смотрите, очень такой важный момент, потому что я вот в Ростове, когда размышлял, вот эти, хорошо, когда ты куда-то выезжаешь, не та обстановка, ты немножко расслабляешься, и ты начинаешь думать и переживать, и откровения приходят к тебе. Я думал вот так, если человек родился для того, чтобы летать, он никогда не будет пользоваться. Даже если вы ему обрежьте крылья, он подождет, пока крылья вырастут, все равно начнет летать. Понимаете, это суть человека, это внутренность человека, и что бы ни делать, но если человек родился для того, чтобы пользовать, пришей к нему самые большие крылья, летать не сможет. То есть есть границы, в которых мы находимся, и нам хорошо в этом. Когда человек находится в том призвании, или в том назначении, или на том месте, куда Бог его поставил, там у него радость, и он получает туда же благодать. Мы радуемся тогда, когда мы находимся в воле Божьей, мы испольняем Его волю, и не выходим за эти рамки. Выходить за рамки, это означает брать на себя не то, что Бог тебе дал. Я думаю, что это гордость. Когда человек думает, даже Слово Божие говорит, каждый думает о себе по мере веры, по мере той благодати, которую Бог тебе дает. Вы в курсе, что все говорят, по благодати, по благодати, по благодати, а смотришь на жизнь, никакой благодати нет. Почему? Бог дает благодать в воле Его. Вне воли Его мы благодати не получаем. И благодать ограничена в нашей жизни нашим даром. Какой дар дает Бог, соответственно, и дает благодать нам. Понимаете, мы ограничены тем даром, который мы имеем. Благодать ограничивается в нашей жизни тем даром, который... То есть, благодать действует в том месте, куда тебе Бог поставил и какой дар тебе дал Господь. Вот там действует благодать. За рамки этого мы страдаем и говорим, а почему, а почему, а почему. Почему моя жизнь так? Так войди в те русла, которые тебе Бог поставил. Не выходи из тех рамок, которые Бог тебе не дал. Посмотрите. Притчи 22, 28. Не передвигай межи давних, которые провели отцы твои. То есть, ты понимаешь, что есть границы, которые Бог тебе дал. Не передвигай, не питайся их больше делать. Потому что где больше, там уже не будет работать благодать. Следующий стих, опять же, 23. Он говорит, не передвигай межи давних и не поля сирот, не заходи. Потому что зашитник их силен. Он вступится в дело их с тобою. Вы знаете, иногда человек думает, что Бог... Ну, никто его не видит, значит, Бог тоже не видит. И они могут взойти в эти поля сирот. Что такое поля сирот? Вот ты чувствуешь, что, ну, например, муж немножко такой, ну, как бы, он мягкий, он слабый. Это Божий человек. И ты переходишь. Ты начинаешь злоупотреблять. Ты начинаешь просто манипулировать. Ты заходишь в не то поле, которое тебе надо. И страдание. Сразу нарушается порядок. Дети видят, что родители спокойнее, что родители, ну, Божьи люди. Они тоже переходят границу. Они заходят, они передвигают эти межи, передвигают эти границы и хотят больше делать то, что им кажется. Но здесь нету, здесь идет страдание. Потом страдание, потом ошибка, потом приходится это все исправить. Почему? Потому что мы не должны заходить на то поле, которое не принадлежит нам. Это грех. Поэтому мы должны очень разумно поступать во всех отношениях, которые Бог дает. И находиться в том призвании или в том месте, на том месте, куда меня Бог поставит. Если это муж, то перед Богом. Если это жена, то перед мужем. Если это дети, то перед родителями. У нас у всех есть порядок. Бог есть Бог порядка и устройства. У нас у каждого есть место, где мы должны находиться и двигаться. Человек, который поступает по плоти, он Богу угождать не может. Это не вариант, это невозможно. Плоть всегда противится духу, а дух противится плоти. Плоть всегда желает еще больше, еще больше. Я знаю людей, которыми общался, они взяли один кредит, потом второй, третий взяли, чтобы закрыть первый кредит. И страдают. И говорят, за что Бог с нами так поступает? Я говорю, так, а кто просил тебя идти взять этот кредит, потом взять второй, потом взять третий, чтобы закрыть первый? Ну, Бог же давал тебе, все было у тебя, зачем ты это делаешь? Ты же страдаешь не за того, что Бог такой, а страдаешь, потому что ты просто начал передвигать те межи, которые ты не способен нести. Нельзя взять то, что невозможно нести. Нельзя взять ответственность там, где ты понимаешь, что ты не можешь нести эту ответственность. Ты просто сломаешься, ты просто пострадаешь, ты получишь разочарование. Я знаю, я слышал такие фанатичные верующие, которые провозглашают. Наша жизнь зависит от правильных провозглашений. От провозглашений, которые в воле Божией, где мы получаем благодать. Если мы провозглашаем неправильно, то благодать ограничена в нашей жизни. Бог не будет участвовать во всем, что мы хотим. Бог не будет делать то, что мы хотим. У Бога есть правило, у Бога есть Слово, и мы должны находиться в рамках этого Слова, и не двигать, и не передвигать эти межи, эти границы, чтобы нам было угодно. Не Слово подделать под себя, а самим стать под Словом. Слово не для того, чтобы мы, ну как бы, ну как бы переформатировали на нас. Вот сегодня же все переформатируют, и пытаемся и Слово тоже переформатировать. Но Слово не принадлежит переформатировке. Слово, оно есть, был и будет. Халлелуя! И это Слово есть наши границы в нашей жизни. Мы не должны переходить эти границы, но мы должны верить в то, что Бог говорит в нашу жизнь. Был такой царь... Халлелуя! Ефесянам 4.7, можете прочитать, напишено, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Я получаю благодать, так как я пастор, на этом уровне. Ты получаешь благодать на том уровне, где ты есть, в твоем служении, в твоем хождении. Ты жена, ты ребенок, ты муж, ты получаешь... Если ты даже никакое служение не несешь в церкви, у тебя есть своя церковь, свое поле деятельности. Это твоя семья. Если ты там не бодрствуешь, если ты там переходишь за эти рамки или вообще расслабляешься, то придется время, и ты придешь просто, будешь страдать за это, потому что упущение. Написано, прошел мимо поля, по-моему, как раз в 23-м, в притчах, по-моему. Да, в притчах, но в какой главе, по-моему, или 22-й, или 23-й, в конце там. Говорится, прошел мимо ленивого человека, который не хотел ничего делать. Я увидел состояние его поля, то есть состояние его сердца. Все было брошено, все было разрушено. Почему? Человек не позаботился иметь вот эти границы, не переходить. Ведь лень, это же тоже переход из границы. Есть люди, которые гиперактивные, у них нет никаких границ, они ломают и кручат все в своем пути. А есть люди, которые ленивые, тоже нет никакой границы. В обоих случаях придется страдать, потому что, когда нарушается Божье Слово, невозможно, чтобы не пришло страдание. Но есть правильное страдание, сейчас я не буду об этом говорить, это я оставляю в конце. Смотрите, если мы прочитаем 2 Паралипоменон, 26 глава, 1 стих, там написано. Взял иудейский народ и поставил Озию царем. Ему было 16 лет всего. Когда его поставили царем, ему было 16 лет. Вы представляете, при нем был священник, его воспитывали хорошо, и он делал очень правильные вещи перед Господом. Если вы будете читать это слово, Паралипоменон, вообще про Озию, он очень правильный был царем, он и победы сделал, он и шиты мечи, он очень много сделал, 300 тысяч у него была армия. 52 года он царствовал в этой стране. 52 года, представляете, ему поставили царем 16 лет, 68 лет, он еще был царем. 52 года длилось его царство. Но есть один момент, по-моему, 26 стих написано. Когда он стал сильным, иудейский, да, Озию, которому было 16 лет, оно 26 стих, покажите. Нету там 26? А, 23? А, давайте. Когда он возгордился и почил... Нет, выше, выше. Сейчас я скажу, подожди. А, 16, я на десятку ошибся. Видите, вышел за границу и уже создал проблему. Но когда он сделался силен, вот когда меня... Вот почему апостол Павел говорит, что в немощах моя сила моя? Почему он говорит? Потому что в его немощи... Иногда, братья и сестры, Бог допускает в нашей жизни какие-то моменты, чтобы нас не потерять, чтобы мы не возгордились. Посмотрите. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И что он сделал? На погибель его. Вот смотрите, мы просто не понимаем и не представляем эти моменты. Мы думаем, Бог оставил вас, Бог забыл про нас. Но Бог заботится о том, чтобы не погубить нашу душу. Но Бог заботится о том, чтобы мы не погибли, чтобы мы не перешли границы, а оставались в ее воле. Посмотрите, что он сделал? Такого никогда не должно было. Никакой царь этого не сделал. Но он 52 года опыта. Он царь 16 лет. Он знает все наизусть. Он воин, он строитель, он хозяйственник. Все у него есть. И вдруг ему захотелось еще и над духовным миром получать власть. Зайти в храм. Посмотрите, сердце его, на погибель его. И он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм. То есть перешел ту границу, которую Бог ему не давал. Ну и что, что ты царь? Ну и что, что у тебя власть? Ну и с границей ты не должен переходить. Посмотрите. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на альтаре Кадилам. А за ним пошел священник. Дальше, если читать, следующий стих. И пошел за ним Азария. Священник. И с ним 80 священников господних, людей отличных. Посмотрите. Это же царь идет. Все пошли за ним, чтобы посмотреть, куда он идет, что он намерен делать, почему он переходит эти границы. Посмотрите. И воспротивились Ози царю и сказали ему, не тебе, Озя, ходить. Это не твое поле. Это не твое, это не то место, куда тебе Бог поставил. Ну и что, что у тебя, ты царь, ну и что, что 52 года ты правишь уже. Ты должен находиться в тех рамках, которые тебе Бог поставил. Аллилуйя! Вот где мы ошибаемся. Нам кажется, если здесь получается, я хороший царь, у меня здесь получается, я вообще крутой, я могу и в храм зайти. Бог говорит, нет, нет, есть правила, которые ты не должен нарушать, есть места, где тебе не должно быть. Ты не должен ходить в это место, потому что там ты получишь грех, проказы. Аллилуйя! Господу! Это дело священников, сыновоароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. Мы забываем, что Бог должен благословить меня. Часто мне говорят, пастор благословит, но я сердцем чувствую, Бог не благословляет. Я говорю, я не могу благословить. Я же, мое благословение ничто, если Бог не благословит. Я благословляю тогда, когда я сердцем чувствую, что это Бог благословляет. Если Бог не благословляет, я не могу благословить. Я могу сказать слова, но они не будут действовать в жизни человека. Но когда я вижу, что это Божье дело, и Бог благословляет, я это делаю с радостью, и благословляю, и приносит результат. Аллилуйя! И дальше с ними посмотрим. И разгневался Озя, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась сначала его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. Господи, я в церкви! Господи, я в церкви! Все! Полностью! Нет! Пусть Бог будет Богом твоей тайной жизни! Пусть Бог будет твоим Богом там, где еще не церкви! Посмотрите, этот человек находился в храме перед Богом, но проказа покрыла его. Мы думаем, а какая разница, что я делаю? Главное прийти в воскресение церковь, а Бог говорит, в церкви ты потеряешь мир. Нам кажется, если я нарушаю что-то... Сейчас же время благодать! О, благодать! Господь не такой! Он никогда никого не судит! Кто вам сказал? Посмотрите жизнь на некоторых людей! Кто? Бог никого не судит! Каждый из нас выбираем то, во что мы потом... Ну, можно так сказать, вляпаемся. Потом говорим, потом говорим, где Бог, где пастор, где церковь, это неправильно, это не так, одна сестра. Ну, есть такие люди, я их называю ходящая проблема. Вот она, то хорошая, 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 а потом такое устроит, что никто ее не остановит. Такое устроит! И все виноваты. А она очень хорошая. В итоге она подошла ко мне и говорит, пастор, в этой церкви меня не любят. Я говорю, подожди, подожди, откуда ты взял? Да, говорит, потому что все знают уже, какая я. Я говорю, не лучше тебе поменяться? Не лучше тебе изменить свою жизнь? Не могу! Потому что меня выводят из себя. Я говорю, сестра говорю, я тебе не могу благословить, потому что Бог тебя хочет увидеть измененной. Первое, надо тебе изменить свою жизнь, потому что ты переходишь все границы. Вы слышали такое выражение? Иногда говоришь, говоришь, а потом говоришь, слушай, ты переходишь все границы. Есть люди, которым нравится переходить границы, а потом говорят, почему? Хорошо, что они говорят, за что. Иногда таки тоже говорят, пастор, а за что я страдаю? Я говорю, ты знаешь, проверь свою жизнь, почему ты страдаешь. Не за что, а почему. И это очень важно, потому что ты нарушаешь границы. Ты выходишь из тех рамок, которые Бог тебе поставил. Мы не имеем права выходить из тех рамок. Это наша территория, вот моя территория. Вот здесь я все могу делать, потому что это моя территория. И я здесь получаю благодать от Господа, чтобы действовать по мере той дары, который, вот представляете, здесь идет прославление, вдруг кто-то выйдет и своим басом скажет, я тоже хочу здесь спеть. Все скажут, слушай, есть порядок, чтобы здесь спеть, тебе надо определенный путь пройти, через дверь войти. Ты не можешь зайти сюда, ты пострадаешь. Или пострадает прославление. Иногда, когда мы нарушаем, вот мы заходим в поля сирот, или мы нарушаем межедавние, которые отцы поставили, которые правила церкви. Есть правила в церкви, которые отцы поставили. Есть правила, которые мы не должны нарушать. Нет, и мы страдаем, еще и причиняем боль другим людям. Потому что мы заходим на их территорию, и так у этого человека может быть тесно на этой территории. Еще и мы туда заходим, и вообще тесно становится. И мы страдаем, и этого человека причиняем боль. Почему? Потому что он не может ничего сказать. Но ты, халлюя, можешь? Если мы посмотрим дальше. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа начали его. И понуждали его выйти оттуда. То есть выходи, это не твоя территория. Уйди оттуда. Да и сам он спешил удаляться, так как поразил его кто? Господь. Так как поразил его Господь. Почему? Потому что он оказался там, где ему не должно быть. Он нарушил границы того призвания, или того служения, или того действия, или жизненные границы, которые Бог давал, дает каждому из нас. У нас тоже есть жизненные границы. Мы служили в армии, и там было очень тяжело. Это советское время. И один человек, мы пришли, ну, там надо было собраться на развод, как там говорилось. И смотрим, один человек вот так, какой-то что-то пинает ногами. Подходим, это был армянин, подходим, смотрим, он отрезал топором из пожарного шита большой палец. Он прикидывался, ну, как бы сумасшедшим, чтобы освободиться от армии. Никто, конечно, его не освободил, но он страдал реально, потому что он поступал неправильно. У нас есть тоже жизненные границы. Мы ножом не берем, не режем себя, мы что-то не берем, живот не втолкаем. Почему? Это те границы, которые потом мы будем страдать. Так нельзя поступать. Мы же понимаем, соображаем, что нельзя так поступать. Так точно так же в духовном мире мы терпим поражение, когда мы поступаем неправильно. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, духовный мир это реальнее, чем физический мир. И посмотрите, мысли, они материальнее. Нам надо правильно мыслить, потому что они слышны. Всегда мыслите так, как будто кто-то слышит вас. И тогда у вас жизнь будет правильная. Я пытаюсь так делать. Иногда мысли вслух говорю. Рузана говорит, а что случилось? Я говорю, да, нормально, мысли вслух. Почему? Потому что внутри нас кипит жизнь, мы двигаемся, мы понимаем, что что-то зависит от меня, что-то приходит извне. Вы знаете, сатана вторгивается в нашу жизнь, а Бог, он ждет, Бог ищет, Бог думает, Бог понимает, что мы должны дать волю, дать место, чтобы он действовал в нашей жизни. А сатана, он врывается в нашу жизнь и начинает нарушать этот порядок жизненный, который есть у нас. Всегда ставит палки в колеса, чтобы мы сподкукались, чтобы мы упали, чтобы мы могли... А потом, когда мы падаем, он дает мысли, чтобы мы не вставали. Знаете, падать, это несчастное случай, а оставаться там, это выбор. Жизнь и лета жизни дает Бог, но за качество жизни отвечаем мы. Мы не можем автоматически сказать, а Бог усмотрит. Вот те, которые всегда говорят, а Бог усмотрит, посмотрите на их жизнь, у них хаос просто. Это неправильно, Бог усмотрел, тебе дал жизнь, призвал, дал покаяние и дал слово, и говорит, используй слово мое, поступай по слову моему, и ты будешь жить. А мы говорим, а Бог усмотрит. Бог усмотрит только тогда, когда ты начнешь действовать. В тех рамках, которые Бог тебе дал, в том даре, который ты имеешь. Обычно ко мне подходят, ну, сейчас, слава Богу, уже мало таких людей, но раньше ко мне подходили и говорили, вот уже 3-4 месяца в церкви, подходит и говорит, пастор, у меня есть дар, хочу служить. Я говорю, дар исцеления, он говорит, откуда вы узнали? Я говорю, вы уже номер 20, который получил дар исцеления. Почему? Хочется что-то видеть, хочется видимое что-то видеть, но Бог является Духом. Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу, должны поклониться в Духе и Истине. В Духе и Истине. Аминь. И это очень важно. Аллилуйя. Мы должны понять, что Бог есть Дух. Почему мы водное крещение принимаем? Один человек подошел ко мне, я говорю, а что ты хочешь принимать водное крещение? Говорит, чтобы успех был. Я говорю, я не видел еще ни одного успешного человека после водного крещения. Даже Иисус пошел в пустыню 40 дней. Это ошибочно. Как ты можешь? То есть, это выход из рамок. Выход от той благодати, которую Бог дает. Не будет успеха, братья и сестры. Христианство связано прямо со страданием. Или мы страдаем из-за нашей глупости, или мы страдаем, потому что мы Христовы дети, потому что мы последователи Иисуса Христа. Вторая часть, о которой я хочу говорить, это правильное страдание. Вы скажете, пастори, такое бывает, да? Официальное страдание. Это официальное страдание, страдание Христова. Иисус сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Это очень важный такой момент. Вооружитесь той же мыслью. Ну, скажите, пастор, как это так? Теперь что, вооружаться, чтобы страдать? А страдающий плотью перестает что? Грешить. Как это понять тогда? Как вообще эти вещи? Это же слово Божие. Как? Пастор, сегодня не модно это говорить. Говоря о процветании. Говоря о том, сколько у нас будет богатства. Деньги, дома, квартиры. Какие мы помазанники. Да, я не против. Но если мы правильно поступаем во всем. Когда есть истина, то истина освобождает нас от всего. Когда есть истина, истина приносит и благословение, и богатство, и сила, и мудрость. И все это Бог дает нам. Ведь он сказал этому блудному сыну, ты всегда со мной. Вот ключ. Не ключ все, что мое, твое. Ты всегда со мной. Вы понимаете? Ты всегда со мной. Вот ключ. Мы с Богом, братья и сестры. И не нужно переходить эту границу. Мы с Богом. Когда мы с Богом, тогда его все наше. А когда мы нарушаем границы, то все его не наше. Когда он начал страдать, блудный сын. Когда перешел границу. Отошел. Ушел своим путем. Тогда он начал страдать. Вы понимаете? А тот, который был. Почему подчеркнул отец этот момент? Он говорит, ты всегда со мною. Кто с Богом? Халлилуйя. О, есть люди. Слава Богу. Вы так сомневаетесь. Вы так... Вы поймите. Мы с Богом. И все его наше. Даже если мы страдаем, то мы страдаем, имея силу и власть Иисуса Христа. Давайте мы откроем Слово Божие. Еще раз. Первое Петра. Четвертая глава. Девятого стиха, да? По-моему. Это девятый стих? А, четвертого с первого стиха, точно. Видите? Есть рамки, которыми должны войти. Другой стих уже страдания. Итак. Как Христос пострадал за нас плотью, то и мы, то и вы вооружитесь той уже мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить. То есть, когда мы понимаем, что с нами могут поступать по несправедливости. Могут поступать, да? Нас могут обмануть. Хотя бы на нас мудрость и помазание Духа Святого. Если мы правильно поступим, нас никто не обманет. Никто ничего не скажет. Девятый стих. Там написано возлюбленные. Нету там девятого стиха? А, вот это девятый? Да, да, да. Четвертый, двенадцатый, да. Аллилуйя. Да, двенадцатый стих, точно. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посыляемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Дальше. Но как вы участвуете? Вот посмотрите. В христовых страданиях, радуясь, да и явление славы, и мы возрадуемся и вас торжествуем. То есть, если мы находимся в наших рамках, куда поставлю Христов, мы будем страдать. И все думают, нас будут резать. Нет, 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 не об этом говорится. Есть другие моменты. То, что желает душа, когда мы не испольняем, то, что желает плоть, когда мы не испольняем, мы страдаем. Вот на самом деле, когда мы идем против плоти и души своей, мы страдаем. Но мы даем место Духу Святому, который дает нам торжествовать в этом страдании. Написано, что, вот смотрите, мы не пьем, не курим. Я надеюсь, здесь нет таких людей. Аллилуйя, слава Господу. Но мы можем завидовать, сплетничать. Мы можем излишествовать в еде. Мы можем быть жадными. Вы понимаете, о чем идет речь? Есть грехи явные, а есть грехи тайные. И мы этого не делаем. Мне хочется завидовать моему соседу. Но я говорю, нет, ты не должен завидовать. Я страдаю. Но радость Божия приходит внутри меня. Я должен, я могу завидовать моего брата, потому что у него покруче что-то есть. А у меня этого нет. Но я не делаю этого. Я страдаю от этого. Я порабощаю свое тело. Я мысли свои очищаю. И слава Божия исходит на меня. Аминь. Поэтому мы должны думать об этих вещах. Церковь, мы, письмо, написанное Богом. Люди должны в нас видеть радость Иисуса Христа, а не какие-то желания, а не какие-то мысли, моменты, которые говорят, а, вот вам же. Вы знаете, что мир хорошо знает, что нам можно, а что нельзя. Иногда подходят и говорят, а вам что, можно это? О, это обличение получаешь. Конечно, я знаю, что нельзя, но я думал, никого нету, а оказывается, ты здесь. Оказывается, все знают, как верующим надо поступать. Как только верующий переходит свою границу, все замечают, а вам это можно? Бывало такое в вашей жизни? Вот, видите. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. Дальше. Если злословие от вас за имя Христово, то вы блаженны. Один раз одному человеку он стал верующим. Друзья подходят и говорят, слушай, ты верующий стал? Он говорит, ну да, а написано же, когда бьют тебе по одной щеке, поставь вторую. Он говорит, ну да, написано. И тот, как, даст ему. И тебе что, говорит, и вторую щеку поставишь? Он говорит, ну да, давай. Он ему с этой стороны, как, даст. А потом он говорит, а ты знаешь, после этого ничего не написано. И берет его, как, даст. Ведь после этого ничего не написано. Если засовят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы и Дух Божий почивает на вас. Теми он хулиться, а вами прославляется. Но, дальше мы идем. Только бы не пострадал кто из вас. Вот здесь отрезвляет нас. Говорит о страданиях, говорит о славе Божьей, а потом продолжает. Вы замечаете, о чем идет речь, нет? Нет, только бы не пострадал кто из вас, как убийца. Мы же никого не убиваем, но язык уязвляет, убивает хуже всякого меча. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Вы должны подумать, братья и сестры. Не только христианство заканчивается или начинается от того, что мы не курим и не пьем. Не только христианство, когда мы ходим в церковь. Не только христианство. Мы должны задуматься над этими вещами, чтобы не переходить с границы. Чтобы не страдать неправильно, а страдать правильно. Страдать правильно – это когда во имя Христа. Какие-то переживания у тебя. И ты чувствуешь, ты страдаешь. И тут слава Божия сходит на тебя. Когда побывали апостолов 40 ударов, 39, ну 40 ударов без одного, они вышли, они начали радоваться. Они радовались тому, что они пострадали ради имени Христа. Нас никто 40 ударов не дает. Нам никто не делает зла. Нам никто ничего. Сейчас время благодати. Сегодняшнее испытание, искушение, они тайны. Они приходят, как змея. Вообще в Летхом Завете написано, змея то прямо бьет, то криво бьет. Понимаете? То было время, когда он был прямо. Сегодня криво бьет, косвенно, приходит, крадется, как незаметно. И мы, если не будем бодрствовать, если мы будем переходить те границы, которые Бог поставил в нашей жизни, в тех обязанностях, в тех делах, мы начинаем страдать. Или мы переходим границы, или находясь в своих границах, мы ничего не делаем. Это тоже грех перед Господом. Если поставили тебя на служение, и ты в этом служении не бодрствуешь, не молишься, не ищешь лица Господа, ничего не делаешь, ты грешишь. Если ты поставлен на служение, или вообще где-то ты поставлен, и если ты там переходишь границы, ты все равно будешь страдать. И это очень... Посмотрите, еще чуть-чуть дальше. А если как христианин, то не стидись, но прославляй Бога за такую участь. Как это делали апостоли. Если ты страдаешь как христианин, то ты радуйся. Иногда бывает... Я помню, когда мы только уверовали, Рузана уверовала, я не был еще христианином, я не был верующим человеком. Она страдала из-за меня, потому что я не верующий человек. Она страдала. Но это приносило ее славу. Когда мы встречаемся с такими людьми, которые... Я часто проповедую на молодежном... Я на молодежке, это остановка так называется, район. И очень многие там просто не принимают. Очень многие мои правили говорят меня. Очень многие... Но есть многие, которые выбирают. И я понимаю, после того, как я с кем-то общался, приняли, не приняли, это уже другой вопрос. Но я понимаю, настолько Бог близок ко мне. Настолько Бог близко и напольняет мое сердце. Настолько помазание и сила работает на том месте, вы даже не представляете. Почему? Потому что дух славы сходит на меня. Потому что дух Божий поддерживает. Потому что знамения, чудеса даны для подтверждения Слова Божьего. Потому что, чтобы подтвердить Слово Божье, Бог дал знамения нам, что и змея будете брать, и новыми языками будете говорить. И даже если смертоносное выпьете, ничего с вами не случится. Почему? Потому что вы находитесь в тех рамках, которые даровал Бог. На том месте, где ты поставлен, на том месте, где ты посажен. Если ты будешь пускать корни, вот тогда ты принесешь плоды, которые принесут славу нашему Господу Иисусу Христу. И в заключение, знаете, что я хочу сказать? Оставайся, терпи, жди. Оставайся там, куда Бог тебе поставил. И будет хороший результат. Аминь. Потому что Дух Божий сегодня очень часто говорит и к моему сердцу, и я верю, что есть люди, которому сердцу говорит Бог, что придет время, Он просто скажет, «Добрый и верный раб, войди в радость». И вы думаете, это что, в конце скажут? В конце каждого дня, в конце каждого дня Бог хочет говорить, «Добрый и верный раб, войди в радость, спокойной ночи тебя, спи с чистой совести, потому что утром у нас хорошее, великое поручение от Господа. идти и приносить плод во имя Иисуса Христа». И все сказали, «Аминь!» «Аллилуйя!» «Воздайте Богу славу!» «Аллилуйя!» «Слава Господу!» «Я так смотрю, в Сочи сезон открылся, несмотря на погоды, все ушли на поля мавицкие, чтобы заработать хлеб. Ну, ничего, будем двигаться, радоваться и приносить много плода для Царства Божьего. Аминь!» «Давайте помолимся, церковь, давайте встанем, помолимся Господу. Дух Святой, мы благодарим Тебе. Боже мой, помоги нам оставаться на том месте или в тех рамках, которые Ты поставил в нашей жизни. Потому что там, где Твой порядок, где Твое присутствие, там благодать. Когда мы купаемся Твоей благодатью, мы находимся в Твоей воле, Господь. И Твоя любовь окружает нас, обнимает Божие. Когда мы на том месте, где Ты нас поставишь, когда мы в том служении или в том призвании, куда Ты нас поставил, когда мы не нарушаем эти границы, помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь, мужам быть перед Тобою, женам быть перед мужами, детей быть перед родителями, Господь. Помоги нам в тех местах, где мы служим, работаем, трудимся, чтобы мы не выходили из рамок, чтобы мы не посягали на чужое, чтобы нас не злословили за наш характер, Господь, за какие-то еще действия. А во имя Христа, если злословят, то мы блаженны, Господь. Помоги каждого из нас, Боже, мы преклоняемся перед Тобой, мы величаем Твое святое имя. Ты царь, Ты Бог, хвала Тебе, честь Тебе, поклонение, во имя Иисуса Христа. И тогда у нас не будет вопрос, почему я страдаю. Мы должны разобраться, мы должны понять, что мы находимся в Твоей воле, и это Твоя слава, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! АПЛОДИСМЕНТЫ